Если поминует какое тяжелое испытание, в которых в Сибири достаточно, я хочу обновить рекорды. В Сибирске 100%, возможно, Российске, а возможно, рекорды касаются всей северной половины планеты. Посмотрим. Так, вот это вот 10 лет назад телевидение меня снимало, я стоял возле этого дерева, оно было намного моложе. 10 лет назад оно давало 25 ветер, потом оно давало 5, 10, 15, 5, 10, 15. А тут оно вновь собралось ждать. Ну, сейчас так визуально, я же опытный уже, товарищ в этом плане. Прошу прощения, слушаю, Леонидович. То есть, меня слышат 3-4 человека, ну, неплохо. Потом все равно разойдется. Ну, ладно, спасибо за подсказку, а то я понятия не имею, кто мне слышит. А может, ты один. Все, понял, спасибо. Так, ну, что я понимаю? 3-4 человека, это не старый гладь. Я горжусь вами. Вот. Я вами горжусь. Если бы не вы, не было бы вебинаров. Это не моя заслуга вебинаров. Ну, вот, заслуга тех, кто слушает. Иначе зачем мне важны. Давайте в личный раз посмотрим. Абсолютно живые деревья. Я выбрал одного из рекордсменов. По-культурному. У меня есть еще жангель 23. Вот. 30 было у Манжурского. И было собрано один раз 24 ведра с Манжурского. Еще столько же оставалось, что некому было замерить. К этому рекордам вернемся. Посмотрите, какую пользу можно изволять сейчас эту фотографию. Чисто научную. И вот я здесь написал. Главное не лечить. Вы не поверите. Выдуманное лечение в виде скребков, острых ножей. Вот. В виде всех бесконечных задиров, затиров. Вот. Вырезание ран. Потом все это. Внимание. Коровьим дерьмом. В 21 веке, в 21 году, две крупнейшие ученые, отвечая на вопросы, как спасаться от этих ран, написали опять. То есть, в 19 веке кто-то придумал коровье дерьмо. Оно было в каждой деревне. А сейчас... Ну, ладно. Самое интересное, что я не против коровьего дерьма, но пусть всех других не учат. Маши, берите вещи на улице этих. Другого у вас на улице эти лепешки есть. Я о другом. Учебная фотография. Первое. Вот это дерево, когда-то было посажено ровное место. Знаете почему? Это часть плодопитомника. Оно было оставлено как перспективное. Но питомник, он никогда у меня не был на холмах. Буквально на ровном месте. Это же временно всё. Питомник – это временно. Но так как оно осталось, оно выжило. 10 склон, процентов 10. Это уже, считайте, вот этот склон, процентов 10, заменяет холм. Но дерево росло-росло, выросло до очень солидных размеров. Ему 25 лет. Выросло до очень солидных размеров. И приподняло себя. Почему? Когда корни растут, земля приподнимается, выпирается. А это свойство природы по спасению деревьев обеспечивает длинную жизнь. Так как наши специалисты, помните, доктор наугу взял лопату, выкопал яму, посадил у неё яблоню. А через запятую написал «игрушка» касается. А груша, они умирают в таких случаях. Это я уже издавлю говорю. Вот. И у него получилось на этот момент вот такая. Бортики сделал. А он не знает закон природы. То есть деревья сейчас спасает, приподнимается над почвой. Видите? Вот этот момент. Ну, я уже не буду показывать, вы смеиваете. Всё-таки сегодня такой день. Вот. А там ещё есть фотография, где его лицо. Это вообще позорище. Было бы. Вот. По всем моим словам, это выглядит странно. Вот эти посадки в ямы. Круш. Яблоны терпят, груши нет. Их никогда не заставить на одну доску. Запятую. У них абсолютно разная форма кроны. Специальная крона у одного, специальная крона у другого. Корни у одного, корни у другого. Так. Вот. И отношения к влаге у одного и другого. Это как... Не просто... Вроде родственники, но их судьба разошлась. Между ними ставили сотни кадров, тысячи. И совершенно разные климатические зоны. И вот теперь смотрите. Это дерево привитое. Оно обросло ветками. Вначале вот те ветки, что пониже были. Потом они отсохли. Что я сделал? Отрезал. Как отрезал. Оставляя вот эти вот самые... Вы уже знаете, что их за подлецо отрезать нельзя. Ох, где-то у меня... Я говорю, а ладно. Еще одну. Хотел показать книгу, написанную к юным садоводам. Посмотрел тираж, сто тысяч. А там первое. А, правильно. И обрезка на кольцо. Самая смертельная обрезка. Напоминайте. На кольцо. Который раз я говорю, восьмой или восемнадцатый. Вот. А как до них докричаться? А это яркий пример. Вот моя фотография. Вот они. Никакого кольца нет. Дальше. Когда эта ветка отсохла, ниже нее, получается, прекратился ток. Ну, назовем это... В общем, сосуды перестали работать. Так. И загнивание произошло. В таких случаях, естественно, можно было все это вырезать, замазать там. Все вот эти... Вплоть до коровьего дерьма. Еще раз. Ничего этого делать не надо. Как дерево спасается? Их эта вот рана, вот такая вот гнилая, не убивает. Рядом, там, где светлое, вы на всю жизнь научитесь понимать, там, где светлое, это совершенно новая выросла часть штамба. Абсолютно новая. По ней идет теперь работа. Вот здесь. Вот здесь. А здесь нет. Здесь осталась рана навсегда. Ну, если дерево 25 лет. Если на долг 25, вот они. Вот. А у меня же есть телесъемка, я же не этот самый, не болтун, раз меня телевидение снимало. Так вот. Там ветки, знаете, как, вспоминайте, ну, старый фильм. Ветки, они вот так, не вот так, а вот так вот. Смотрите. На нем висели. Вот так его. И живого места не было, одни сплошные плоды. Ну, кто-то из стариков, старых, старой гвардии вспомнит. Раз фильм снят, телевидим, в ночи они болтут. Еще раз, вот это вот, видите, раны нет. Здесь раны нет, здесь раны нет, здесь раны нет. Может, с той стороны что-то есть. Фух. Вот так вот. Долголетие. И поверьте мне, если вы заглянете наверх, вот я не догадался, что вы там увидите? Вы видите, там высоко, аж слюни текли, приросты, метр-полтора, всегда судите, не по этим ранам, а больное несчастное, абсолютно здоровое дерево, если у него вот такие прекрасные приросты. И они все усеяны этими. А я потом еще десятки фотографий покажу. Так, все, проехали. Вот теперь. Еще пару слов. Почему? Я беру вас свидетели. Если кто-то рядом живет, я попрошу приехать ко мне на момент сбора урожая. Итак, в молодости манджурский абрикос в скобках патриарх дал 30 ведер. Буквально два года назад он дал 24 ведра. Откуда я знаю? 12 ведер забрал Сергей, 12 я. Ну, я продавать косточки, а он выращивать. Это было позапрошлый год, так? А помощник Андрей собрал 24 ведра, 12 плюс 12, и на следующий день заболел. Оставалось только же. И осталось до того, вот прямо любопытно. Ну, явно было за 40 ведер. А это попахивает это самое рекордом книги Гиннесса. Как добраться до книги Гиннесса, я еще не знаю. Сейчас случилось вот это, когда на соседнем дереве его супруг, они два первых заплодносили, только только три раза меньше, я 300 рублей заплатил девочке, 16-летней Кристине, и сказал, сосчитай 300 рублей, чтобы она заинтересована была, и все было честно. 15 ведер собрала, я это, точно 15. А визуально на моем было в три раза больше. То есть порядка 45. Но рекорд не состоялся, потому что доказать не могу. Вот. Итак, если все обойдется, и если вот это все превратится в плоды, я хочу зафиксировать новый рекорд. Я приглашу несколько телевидений, несколько этих, меня тут знают все. Абакан, это, Кемерово, Красноярск, Савиногорск, меня все знают. Поэтому хочу зафиксировать. Как у меня получилось? Мой мировой рекорд состоялся, и я хочу вас упредить, как я убил это дерево. Сработала тщеславие, жадность, вот, глупость, невежество. Вот дать такой урожай, мне ничего не стоило вырастить несколько таких деревьев. Ничего не стоило. Почему? Уже секреты эти, где привить, я знал, на что привить, я знал. И вот у меня молодое дерево дало вот такое урожай. Дальше чистая учеба, поверьте, это не просто так, это мы должны обязаны знать, обязаны, не повторить ошибку. Значит, на момент приезда под этим деревом было, ну, штук 20-30 яблочек уже упало. где-то где-то они на грани созревания были. Надежда еще крепко. Приезжает телевидение, я демонстративно из-под дерева убираю все, а кто знает, а вдруг я специально подложил, чтобы увеличить как бы мнимую урожайность. Под деревом чисто, диск номер два, на нем зафиксирован мировой рекорд. Вы знаете, средняя производительность в ведро полтора, но здесь пять получилось. И я взял демонстративно, телекамера настроена, я, это учеба, ребята, я стряс все до единого яблока, стрясся все силы, держались крепко. Урожай состоялся, они показывали этот самый, потом они торговали этим диском, начали телевидение, потом заключили договор, дали мне право, и сейчас диск номер два, ну, правда, раньше брали, сейчас перестали брать, а там этот рекорд есть. Ну, все-таки документалистика начинали, пока не стряс, ни одного яблока не было под деревом, свидетелей, то есть три или четыре было, так, и все это зафиксировано, теперь я хочу повторить с абрикосами. Но у меня на следующий год внимание погибло это яблони. Я еще несколько лет не мог догадаться, почему. Потом я стал наблюдать, почему периодичность плодношения. И тогда я догадался, сильно много яблок, это не каждый год, только на следующий год было бы, допустим, жиденький урожай, потом снова такой. но если бы я дождался, когда они все упадут, дерево было бы живо. Когда я остряс, это выводы страшные, вот я пишу, страшную противоестественную ошибку. Вот, когда я стряхиваю, это болезнь или смерть. Дело в том, что обнажились раны на плодовых образованиях, на которых висят эти яблоки. А впереди зима и сильно много ран и дерево умерло. Просто не проснулось. Казалось бы, чё же, ну полдерева, там ветки бы отсохли. А нормальная обычная зима не проснулось. Вот, с тех пор я начал пропагандировать один из полусотни своих приёмов. Если вы откроете любую учебию, там сказано, есть съёмная зрелость, так, есть естественная зрелость, естественно, когда сама упала. Упала. Вот, смотрите. Ну, не важно, что яблони, я нашёл фотографию с грушей. Итак, вот здесь вот отваливается само, видно хорошо, отваливается само, но к тому моменту, когда плод, не важно, яблони, груши, полностью созревает и отваливается, тут уже готова корочка из, сейчас скажу, корочка, естественное образование, да, вот, потом вспомню, как оно называется, я уже, у меня уже скверош, я не стесняюсь этого слова. И второй момент, если вот тут вот, то есть, раны нет, а попробуйте его оторвать сейчас, страшная рана, а теперь представьте себе сотни таких ран, вот, и я тогда начал вас учить, берете ножницы и отрезаете где-то тут, почему, тут если отрезать или отломать, здесь будет рана и плод долго не проживет, он просто сгниет, так ведь, если рана тут, если тут, тогда плодушка замерзает зимой, если вот тут рана, а мы ее выламываем, мы же хотим, чтобы подольше пролежало яблоко или груша, естественным путем получилось все это было вот здесь страшная радость, они не заживали, потому что я все это стряхивал за месяц до того, как они все упадут, вот так получилось, и так, в идеале бы хорошо взять ножницы, если хотите, чтобы сохранить, чтобы полежало, все-таки рана вот здесь, если перерезать, ломать это сильно варварски, то тогда вот эта часть послужит таким, ну как бы назвать, таким вот буфером, все-таки может быть соседняя почка, видите, вот она, вот соседняя почка, и вот листик, вот он, деревеньки торчит, вот, это листик выращивает эту почку, и на следующий год она заплодоносит, но если здесь отломать страшная рана, то мороз всегда проникнет, и получается то, что называется, как минимум год пропускает, а если еще постараться такое огромное количество встряхнуть, огромное, то еще и умирает, вот я надеюсь, что я на конкретном примере, пусть это долго, если просто сказать, делайте так, а кто мне поверит, вспоминаем опять инструкцию, есть два вида, первое, это значит, это на хранение, второе, это съемное, третье, ну в общем, поняли, хочешь чтобы сохранить, тогда уничтожишь полузрелую, недозрелую, отломаешь вот тут, вот тут, да, и будет храниться, но тогда зимой замерзнет это, потом, ой, дерево плодоносит через год, это в лучшем случае, идем дальше, это же дерево, на которое, я надеюсь на рекорд, спустя несколько дней, оно отсвело, и морозец был легкий, 2-3 минус, ничего не сбросило, теперь есть шанс на рекорды урожая, на книгу рекордов Гиддесса, как это организовать, я приглашаю Савинич, сейчас, потом будет такой разговор, чуть ниже, почему, сейчас объясню, вот это вот, что вы видели, 1 мая, это левая часть, абрикосового сада, это еще, часть сада, потом, через дорогу, еще часть сада, и туда, где еще часть сада, то есть, вы увидите не все, а вот это, если просто вот так видеть, это пятую часть, вот такой садик, небольшой, вот, Татьяна Александровна, знаком, здесь 8, 913, 444, 3178, для чего она вам нужна, только одна знает, еще несколько дней будет идти торговля, потому что в горстках выкапываем, так, она с помощником, и садницы еще идут, не сказать, что в лед, но еще идут, она вам нужна будет уже для этого, вот, зацвели, у меня свежая фотография, зацвела черешня, а это значит, что, это значит, что, вероятность, что абрикос, если все решения не замерзла, будет хорошая вероятность, что хороший урожай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!